Всем привет! Давненько не было видеороликов. Сейчас я нахожусь в кабине электровоза серии 13. Так, у меня открыли светофор. И сегодня я еду из Лежа и еду в Антверпен. У меня уже катало, я всю неделю ездил из Лежа в Антверпен. Просто я ездил не один, а с учениками с людьми, которые проходят практику. Поэтому не стал записывать ничего. Ну, а сегодня я еду один. Поезд у меня и тяжелый. 7 вагонов плюс 1 тепловоз. 13, сколько там? 123 метров всего. Максимальная скорость 90 на режим торможения. Ну и 1 электровоз серии 13. Сейчас я поеду в Антверпен с одной из сторон, по которой можно туда поехать. То есть у нас из Лежи мы можем либо поехать в сторону Визе, потом через Хассель, через Армскотт и в Антверпен. Либо с другой стороны по линии 36А, которая поднимается, также можно поехать в Антверпен. Ну, я еду по обычному маршруту. Что за маршрутку? Ну, во-первых, это будет линия 40 до Визе, потом подъем по Визе, проезд по мосту. Труденцы строили. Там начинается линия 24 до развилки, где универсическая граница в Волонии и Фландрии. Оттуда начинается линия 34 до Хассель. Не с Хассель, а линия 35. Потом я хожу вправо, 15-16. Это у меня будет Лир. После Лира у меня 27. Это уже я заезжаю в Антверпен сам. С Кейнкор, Дверхен, туда все. И после этого уже Антверпен север. Кстати, вон там, с правой стороны, сейчас на той камере будет лучше видно, стоит тепловоз. Класс 66 английский. Нам его сегодня там в депо притащили. И сказали, что недельки через три они новый трафик запустят в сторону Люксимурда. Ну и начнем его эксплуатировать. Так что скоро я покажу, как он выглядит изнутри и вообще, как он едет. Надеюсь, что скоро, потому что у меня анексов до него нет. Ну, мне сказали, что их в течение четырех дней организуют из анексов. Знания, теоретические знания, практические экзамены я проник. После этого дадут разрешение. Да, вместе я вырублю вентиляцию. Ничего не сменяется. Раз. Парможение офигенное. 87% Так, ну еще я стоять не буду, ждать. Так, затягиваю. Я выехал с опозданием. Уже опоздание офигенное. Ну, как офигенно. У меня был... Так, точнее, была отправка в 16.34, а сейчас уже... 17... Да, 16, да. 16.46. Это значит, что я преследую электричку, которая управляется в сторону моста. Так, тормоза сбросил, вот. Толщок вверх, крайний, сбросил. Ну, опоздание можно уже легко догнать. 18, да, я не включу. Сейчас я включу. Почему? Потому что поезд не тяжелый, не короткий. Мне кажется, что если меня в Хасе не остановят, то я... Уже на подъезде к Андвельпу, ну, опоздание вернул, ну, сравняю к нулю. Поехали. Так, сейчас 40. Потом перед мостом повышение скорости до 60. И... Так, я чуть не рассчитал. Так, закроем его вот так, чтобы он не бардл. Ну, я сейчас все равно стрековыйду. Туда? Тоже бывает, да. Все, готово. А, стоп. Сан-барочку. Так, 123 метра, я сказал. Разгоняем до 60. Ну, а я кофе выпил, чтобы он уже проливался. Ну, и после скорость поднимается до 90. В Андерпуне у меня будет смена электровозов. То есть я отгоню этот электровоз в ателье. Там пересяду на Атракси. И уже вернусь назад на Атракси. И что, плот здесь по стаканикам? Они раньше были здесь, но я... Пожирали. Ну, что, пошли. Поехали. 90. Сейчас также нужно пробовать поезд на торможение. Как обычно, все. Все, закончился бафан. Так, 90. Толщков нет. Нормально. Сопротивления тоже никого нет. Сейчас будет небольшой спуск. Проверяем. Сопротивления тоже. Хорошо. Отпускаю тормоза. А это пока. Наши сумки. Настану сумку. Ну, был толчок, все, опустили тормоза, значит, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На улице сейчас хоть туча, но 21 градус. И, по прогнозу, во Фландре уже идет дождь. Так что, ну, будет весело летать, я чувствую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь опять небольшой спуск будет. Сейчас будет подъем, на скорость падает, а потом спуск на 6. Даже, по-моему, на той камере, видит. Сейчас я тягу настрою. Так, так, так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здесь, к сожалению, на этих электровозах, на серии 12, на них тяга. Ну, он не такая точная, чем контроллер тяги, он не такой точный, как на траксе. Поэтому приходится по-чуть-почуть играть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас это сколько у меня, 15-20 километон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, по шкале я смотрю, например. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как я уже не раз говорил, изначально эти электровозы делались мне для товарных составов, а для пассажирских. И они катались в основном максимально 200. Это Вилкин Радостен. И средняя скорость у них была 140-160, в зависимости от линии, на которых они ездят. Поэтому они не предусмотрены для маленьких скоростей. И они не предусмотрены, что ты все время будешь играться. Ну, и стягой. Чтобы выставить правильную скорость. А почему? Потому что здесь круиз-контроль, он не электронный, он у старого бородца. И когда по-следски поезда эти электровозы водили, то все поезда тормозили в режиме П, ну, и в режиме Р, естественно. И поэтому круиз-контроль они сразу же настраивали на нужную скорость. Поехали. Здесь же, когда торможение в режиме Г идет, круиз-контроль не работает. То есть, когда машина стоит в положении Г, воздухораспределитель, то эта функция автоматически отключается. Можно обмануть, поставить машину в режиме П, а поезд будет весь в режиме Г. Но это видно на черной вяточке на кассете. Потому что здесь вся система, когда ты зарегистрируешься в компьютере, она тебя спрашивает. Тип поезда? Ты даешь скорость и режим торможения. И она перепроверяет. Если воздухораспределитель стоит на правильном режиме, если нет, она тебе говорит. На некоторых обойти эту функцию нельзя. Ну, потому что там софт. Такой новый. Это последний электровоз. Начиная от 40-го номера. А до 40-го номера это первая партия была. Там старый софт, и его никогда не обновляли. И поэтому там можно просто сказать ему, окей, я знаю, подтвердите все. И она запрограммируется так. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. А вот сам мост. Скорость пока что 20 км в час, поэтому надеюсь, что у меня не придется тормозить пневматикой. Надеюсь. Вот так как здесь небольшой спуск, кто знает, в идее всегда приходится тормозить. Либо сбрасывать очень сильно скорость до этого, до моста. То есть падать скорость до 10. Либо уже здесь, когда приедешь по мосту, тормозить и теряешь примерно 6-7 км в час. Погащи мне 20 км в час, нормально. Продолжение следует... 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 Ну, новое то, что они будут реконструировать его, начиная с сентября месяца этого года, там, и через три года они сказали, что мост будет как новенький проект реконструкции, что он в себя включает, замену металличных опор, металлической платформы на бетонный голос, ну, я не знаю, это то, что в новостях у нас, в железнодорожных газетах, у нас есть такая фигня, там, публикуют раз в два месяца всякую фигню, ну, вот там они об этом писали, ну, здесь меняются на железке, у них мнение тут каждые полгода, так что, может быть, мост они так же оставят, просто возьмут его, перекрасят, да, и усилят, все, ну, как обычно. Сейчас, тут линия пошла, линия 24. Так, тягу нужно строить. Вот так. А, кстати, я хотел посмотреть опоздание, там, где раньше цветная фабрика была. Ну, что-то я прошел. Ну, ничего, на следующий раз лет. Посмотрю. Так, кстати, на сколько тут плано жмут? Тех. У нас идет веб, 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 веб. Семнадцать, двенадцать. Понятно? Продолжение следует... Приходится с этой тягой долбанно играться. На траксе ништяк, там, блин, на... Контрольвер тяги, он электронный. Да, он очень точно. Ну и на серии 21, там тоже система офигенная. Шарик. Ставишь ступень сопротивления, и потом чисто усилия шариком регулируешь, и его очень можно... Ну, тягу очень хорошо можно словить. Здесь шип, блин. Субтитры сделал DimaTorzok